Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о трех проявлениях образов святителя Николая Чудотворца. На Руси почитание Николая Чудотворца было очень распространено, а количество посвященных ему храмов и написанных икон было самым большим после Богородицы. Его имя вплоть до начала XX века было в России одним из самых популярных при наречении младенцев. Святитель Николай является самым почитаемым святым и в современной России. В России существует около 5400 храмов и часовен, освященных в честь святителя Николая. Это 12% от их общего числа. В Тамбовской области одна семья купила в селе Яблоновец заброшенный домик под снос. Из кирпича построили гараж, а дверь повесили в сарае. Через год после покупки дочь хозяина дома вышла во двор после дождя и увидела на двери сарая святителя Николая. Она с радостью сообщила об этом чуде своей матери. «Мама, у нас чудеса получились». Николай Угодник проявляется. Изображение со временем стало проявляться больше. Слева на иконе есть и второе пока не проявившееся изображение. По заявлению специалистов образ был написан в XIX веке. Изображение святого перевезли в храм села Шахмань. После этого приехал епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий. Епископ считает, что явление иконы нам в воспоминания о гонениях в советское время. На Никола-Великорецком подворье Трифонова монастыря в селе Великорецком для своих нужд держат домашний скот. Зимой послушник Михаил, который служит скотником на подворье, нашел кусок железа и сделал из него заслонку для окна в сарае, чтобы животным было теплее. Именно на ней и проявился образ святителя Николая в 2016 году в Кировской области. Михаил достал проявившийся образ и отнес к себе в келью. А утром перенес в храм преображения Господня. Перед образом Николая чудотворцы стали совершать молебны. Образ святителя Николая проявился в цветных красках. Святой благословляет нас правой рукой, а в левой держит Евангелие. Это второе явление иконы Николая Чудотворца в Великорецком. Первое было ровно 633 года назад. В 1383 году на берегу реки Великой крестьянину Агалакову явился образ святителя Николая. От иконы начались исцеления и чудотворения. Люди приходили на место явления иконы и благодарили Бога. Усилиями крестьян на месте явления иконы построили часовню, а позже храм. В 1392 году образ с берегов реки Великой перенесли в город Хлынов. Хлыновцы дали обет ежегодно приносить икону на место явления. Так и началась давняя традиция Великорецкий крестный ход. В советское время при Хрущеве была борьба с религией. Храмы закрывали и священникам, чтобы прокормить себя, ничего другого не оставалось, как устраиваться на работу. Так случилось и с отцом Николаем. После закрытия храма ему посоветовали идти работать на завод. В коллективе над попом насмехались. Перед праздником святителя Николая в уголке атеиста повесили стенгазету с рисунком попа. С огромным пузом золотым крестом машет кадилом перед иконой святителя Николая. Расстроился отец Николай, но смирился. Когда отец Николай возвращался с обеда, увидел народ толпиться возле стенгазеты. Бригадир стал ему говорить. «Ты что себе позволяешь? Кто тебе разрешил рисунок исправлять?» Отец Николай увидел на стенгазете в полный рост, изображен как на старинной иконе святитель Николай Угодник. Изображение было высотой не более 25 сантиметров. Вызвали его на разбирательство, но отец Николай сказал, что рисовать не умеет и был со всеми в столовой. А в день именин отца Николая вызвали в кабинет Порторга и отдали газету. Посоветовали никому про нее не рассказывать. Дома образ святителя Николая аккуратно вырезала из общего листа и вставили в рамку, а остальное сжгли. На следующий день отца Николая вызвали в совет по делам религии и неожиданно предложили служить в храме Киевской области. В храме святителя Николая. И те, кто над ним насмехался, потом приходили к нему в храм креститься сами и крестить своих детей. На этом на сегодня все. Если вам не понравился рассказ или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, ставьте дизлайк. А если вы человек верующий и вам понравился рассказ, ставьте лайк, жмите на колокольчик и подписывайтесь на канал. Это очень поможет продвижению канала. Верьте в Бога и уповайте на него, и Бог вас никогда не оставит. Храни вас Бог.